День Республики отметили с размахом и в Красноармейском районе. К празднику приурочили открытие новых объектов. Подробности в следующем материале. 153-й в регионе и 7-й в муниципалитете. Фельдшерско-акушерский пункт села Именева был возведен в рекордные сроки. Его строительство началось в мае и вот теперь, в День Чуаши, почетные гости перерезают красную ленту. На строительство нового ФАПа из республиканского бюджета было выделено порядка 3 миллионов. Его оснастили всем, что необходимо для первичного медосмотра и даже программой для удаленных видеоконсультаций. Сюда подведена оптоволоконная связь. Фронт работ для фельдшеров и акушеров – 4 населенных пункта. Население у нас всего 420. Из них детей 60. Взрослого населения 360. Раньше мы работали в старом административном здании. Здание арендовалось. Там не было условий у нас. И воды не было, и канализация не работала. Не топилось, воды не было. Вот такие условия. А работники хорошие у нас. К празднику преобразился и районный центр. Каждый двор буквально утопает в светах. В селе проложены новые дороги. Средства на благоустройство в Красноармейском получили по итогам конкурса, который дал право муниципалитету принимать главный праздник республики. Главная задача – это мобилизовать ресурсы. И человеческие, и материальные. И на самом деле у руководителей районов, у руководителей организации это получилось. Район динамично развивается, экономика развивается. В селе благоустроили и местный парк. Здесь открыли детскую площадку и установили новые тренажеры. Местные жители говорят, что в Красноармейском стало еще уютнее. Мы живем во вражеском месте, где рекомендуется, там была грязь, осенью и весной в деревню не могли заезжать машины. А сейчас просятся, я заехал, ехал. Нас очень радует, что к нам приехали гости из всех республик, даже из Болгарии приехали. У людей, у всех, и у нас, конечно, настроение приподнятое. Гостей на праздник и действительно приехало немало. Поздравляю всех присутствующих, всех педагогов, медиков, строителей, фермеров, аграриев, предпринимателей. Хочу пожелать вам всем удачи, больших успехов и вдохновения. В День Республики концертная программа с утра и до позднего вечера. Лучшим из лучших вручили госнаграды. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.